Ребята, вы можете поверить в то, что до нового года осталось ровно 5 дней? Через 5 дней мы уже перейдем с 2021 в 2022. И конечно же я поздравляю всех своих подозреваемых с наступающим новым годом. Но сегодня в этом видео речь пойдет о планах разработчиков на 2022 год. Как минимум сегодня в этом видео мы поговорим о том, что нам уже известно из того, что разработчики думают вводить в нашу игру в ближайшее время. И так как мы с вами уже очень близки до глобального обновления в нашей игре, я захотел записать это видео, чтобы обсудить с вами все то, что произойдет с нами в будущем. Ну а ты не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и конечно же в настройках игры вводи самый топовый код автора Слоун. Ну а мы начинаем. Дамы и господа, мальчики и девочки, сэры и сэрихи, здравствуйте. И давайте уже приступим к планам разработчиков на 2022 год. Что подготовили для нас наши разрабы? Какие новости они принесут нам в 2022 году? Что случится с игрой? Как она изменится? И что в итоге получится? И давайте начнем сразу с того, что нам известно. Ребята, вы уже знаете те из вас, кто давно смотрит мой канал, что разработчики готовят в 2022 году глобальное обновление в нашей игре. И в это глобальное обновление входит практически все. Но есть одно но. Это глобальное обновление может произойти не сразу, а постепенно. То есть глобальное обновление это не в смысле то, что разработчики в один день возьмут и поменяют всю игру. Они постепенно, как вы уже заметили, вводят какие-то нововведения в нашу привычную жизнь подозреваемых. Новая рулетка, новое меню, сообщения, ребята, настройки, новые режимы, баланс ролей и так далее. Все это, ребята, разработчики называют глобальным обновлением. Но в итоге, когда мы сравним, как это было до и когда уже у нас будет после, вы поймете, что такое глобальное обновление. И сегодня в этом видео мы подробно про это поговорим. Потому что все то, о чем я буду сегодня говорить, это и является глобальным обновлением нашей игры. Поэтому давайте приступим. Первое, о чем хотелось бы сказать, и то, что вы уже в принципе знаете, ну и у меня тут на листочке написано, это бесплатная рулетка. Многие из вас уже видели эту рулетку, разработчики специально ввели ее в игру для фри-ту-плей игроков. И да, туда ввели интересные прикольные награды. Мы сейчас не будем затрагивать тему этой новой рулетки, потому что я снял уже как минимум два видео на своем канале. И если тебе интересно подробно узнать что-то про эту рулетку, обязательно переходи и смотри видео на моем канале. И поэтому мы идем дальше. Трофейная дорога. Ребята, много раз уже мы с вами говорили про трофейную дорогу, но разработчики до сих пор не ввели ее в игру. Потому что, судя по всему, у этого нововведения есть небольшие проблемы. И они связаны с нашим IQ. Вы знаете, как сложно добывается IQ в нашей игре. Как сложно попасть в этот рейтинг. Особенно, если ты играешь с недобросовестными игроками, которые используют спецсвязь для того, чтобы побеждать в этой игре. Именно поэтому, для того, чтобы ввести трофейную дорогу, нужно настроить правильный баланс. А для этого, нам нужно изменить получаемый и отнимаемый IQ в нашей игре. На данный момент, как вы понимаете, разработчики заявляют о том, что эта система универсальная и она лучше всего подходит к нашей игре. Это я сейчас говорю про начисление IQ. Но как мы знаем с вами, ребята, те, кто играет в эту игру, мы прекрасно понимаем, что эта система не работает так, как должна. Эту систему можно объяснить по логике, типа вычисляется средний IQ мирных и средний IQ убийц. И таким образом подсчитывается в итоге начисление этого IQ. Но разработчики не учитывают тот факт, что мирных игроков 8, а убийцы всего 2. И, конечно же, здесь неравное соотношение сил. Я думаю, что многие со мной согласятся, что винрейт у убийц намного ниже, чем винрейт у мирных игроков. Убийцы чаще проигрывают, чем выигрывают. И в большинстве случаев именно мирные игроки одерживают победу. Поэтому, само собой, в этой игре нет кайфа, когда тебе попадается роль убийцы. Сейчас было бы грех не сказать про игру Among Us. Это именно та игра, с которой все началось. И именно там ты всегда был счастлив, когда тебе выпадала роль убийцы. Но в нашей игре про подозреваемых, когда тебе падает роль убийцы, у тебя сразу же начинается паника. Потому что ты понимаешь, что в итоге при проигрыше с тебя снимут очень много IQ. И это на самом деле для многих игроков печально и прискорбно. Поэтому это даже не рекомендация. Я хочу, чтобы разработчики наконец-то поменяли систему начисления IQ. Сделали бы ее балансовой. Например, убийцы выиграли, им добавили 8 IQ. Убийцы проиграли, им сняли 8 IQ. Выиграли мирный, то же самое. Таким образом, ребята, нам не будет страшно играть за убийцу. И в принципе, появится мотивация выбирать эту роль. На данный момент я сам играю в эту игру. И когда мне попадается роль убийцы, я сам начинаю паниковать. Потому что я понимаю, что высока вероятность того, что я проиграю. Поэтому, ребята, по поводу баланса мы сейчас разобрались. Посмотрим в будущем, как это произойдет. А сейчас давайте перейдем к следующему. Четвертая карта. Да, ребята, я не зря говорю про четвертую карту. Потому что четвертая карта как раз таки выходит в 2022 году. У нас есть сейчас на данный момент три карты. Одна из которых находится в раннем доступе. И она станет открытой уже в ближайшие дни, в начале 2022 года. Сейчас разработчики работают над ее улучшением, изменяют там баланс, делают новые задания. Ну, в общем-то, все это вы видите, в принципе, на моем канале. Я все это вам показываю. Но четвертая карта также не за горами. Она также есть в игре. Когда-то очень давно, ребята, я вам говорил о том, что разработчики уже имеют несколько карт. Примерно 5-6 штук. И они постепенно вводят их в игру. Естественно, до этого дорабатывают. И после этого вводят. Как мы видим на примере зоопарка, его ввели. И вот сейчас, пока он находится в раннем доступе, разработчики дорабатывают эту карту. Смотрят, изменяют баланс, принимают жалобы, принимают рекомендации и так далее. То же самое, скорее всего, будет и с четвертой картой. Пока что нам неизвестно, что конкретно это будет. Но как мы понимаем, ребята, из тех карт, которые у нас уже есть, разработчики могут сделать все, что угодно. У нас есть особняк, у нас есть отель и у нас есть зоопарк. То есть наши разработчики не ограничены только на особняках. Как мы видим, мы можем играть и на улице. Поэтому четвертая карта пока что остается именно загадкой. Потому что мы понятия не имеем, что разработчики могут сделать. И действительно, там может быть все, что угодно. Кстати, напиши в комментариях, как ты думаешь, какая будет четвертая карта. Просто что ты думаешь по этому поводу. Далее, ребята. Дополнительные режимы. После дополнительных режимов мы перейдем в классику. Но сначала давайте обсудим именно те фановые режимы, в которые мы играем, когда нам надоедает классика. Потому что она скучная. Конечно же, в 2022 году нас ждет очень много новых дополнительных фановых режимов. И конечно же, ребята, все эти фановые режимы будут взяты из других игр также. Как мы заметили, ребята, разработчики не придумывают особо много чего-то своего. Они, конечно же, заимствуют режимы из других игр. Но что мы знаем точно, ребята? Так это то, что разработчики намекали нам на то, что они собираются добавить интересный новый фановый режим, которого еще нет ни в одной игре похожего жанра. Так как наша игра является веточкой развития от оригинальной зубы, но с другим жанром. То наши разработчики когда-то говорили нам, отвечая на наши же вопросы, о том, что они хотят сделать интересный фановый режим, где у каждого персонажа будут какие-то свои интересные навыки. Этот новый дополнительный режим будет связан именно с зоопарком. Потому что в зоопарке у нас происходят бои. Я сейчас говорю про игру зуба. И разработчики хотят сделать что-то в этой игре наподобие зоопарка. Когда у наших персонажей будут свои интересные прикольные навыки и в этом фановом режиме мы сможем фаниться. Это будет очень прикольно. Как для разнообразия, в принципе, почему бы и нет. И, кстати, да, вы тоже очень много писали в комментариях по поводу того, что вы хотите видеть навыки в нашей игре у персонажей. И это, конечно же, разработчики не могли оставить незамеченным. Они взяли это на вооружение и работают над этим уже сегодня. Далее, ребята, нас ждут новые сезоны. Конечно же, в новом году у нас их будет 5-6, а то и 12 штук. Потому что у нас сезон в среднем длится примерно месяц. Максимум, если с переносами, я думаю, 9 сезонов у нас точно в новом году будет. А это минимум 9 новых персонажей эксклюзивных. Плюс целая куча бесплатных. В общем, в следующем году у каждого из вас будут все обычные персонажи. Это по-любому. Конечно же, с этими сезонами у нас будут и какие-то интересные коллаборации. Но об этом, ребята, мы уже узнаем, когда все это будет уже ближе к этим дням. И сейчас, ребята, самое важное то, о чем я хотел вам рассказать. У нас есть три классических режима. Это режим для новичков. Это средний режим. И продвинутый режим, где уже играют более высокий IQ. Но что если я скажу вам, что у нас в игре появится классика плюс? Что это значит? Это значит, что в классике плюс, ребята, будут иметь значение дополнительные новые роли. Которые будут изменять наш баланс. Мы можем по-прежнему играть в продвинутом режиме и апать свой IQ. Но точно так же мы можем играть в классике плюс. И получать тот же IQ, но гораздо сложнее. Потому что в классике плюс будут добавлены новые интересные игровые роли. Например, джестер. Или, к примеру, каннибал. Та роль, которая может спрятать труп. Очень много различных ролей, которые могут быть позаимствованы из других игр подобного жанра. И таких ролей в этом режиме может быть очень много. Поэтому, ребята, больше всего я жду именно классику плюс. Потому что обычный классический режим, он повседневный. И в принципе хочется какого-то разнообразия. Чтобы апать рейтинг и заодно интересно было как-то играть. Поэтому я очень жду этот новый режим классика плюс. И, кстати, напиши в комментариях, как ты думаешь, что разработчики могли бы добавить в классику плюс. Потому что там 100% будет очень много ролей. И перед тем, как мы закончим это видео, я знаю, что ты напишешь в комментариях. Саня, почему ты не пишешь разработчикам о том, что у нас нет обычных персонажей? Их очень мало. Разработчики не добавляют простых персов в нашу игру. Они всё делают только за донат. У нас одни редкие персонажи. Обычных практически не осталось. И я отвечу вам на этот вопрос. Ребята, я пишу разработчикам по этому поводу. Я очень хочу, чтобы разработчики добавили новых обычных персонажей. И в 2022 году вас ждёт очень крутой сюрприз. В общем, если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Слоун. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Пиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. И увидимся в следующем видео.